Главным вопросом сегодняшней сессии был отчет правительства. Это, к слову, такой объемный 250-страничный документ. Но сегодня он отошел на второй план. Начали с главного события в стране – президентских выборов. Их итог в республике подвел Рустам Мениханов. Убедительная победа нашего национального лидера. И, конечно же, в Татарстане тоже на высоком организационном уровне выборы прошли. Основные итоги работы правительства и показатели развития Татарстана изложил Алексей Песошин. Главный вывод – в 2017 году по основным показателям – стабильная положительная динамика, превышающая среднероссийские тенденции. По итогам прошлого года в республике Татарстан, как и в целом по стране, отмечается экономический рост. При этом премьер-министр самокритично обозначил все то, что сдерживает развитие Татарстана. Основными проблемами, которые оказывают влияние на развитие республики, остается недостаточный уровень производительности труда, по которому мы более чем в два раза уступаем эффективным мировым экономикам. Прийти на помощь экономике республики должны новые цифровые технологии. Внедряя их, хотят провести трансформацию традиционных отраслей. Но это дела будущего. Сегодня же депутаты интересовались, все-таки быть ли в Казани мусоросжигательному заводу. Определенный будет какой-то площадкой или будет ли этот завод вообще у нас в Казани? Заводу быть и быть обязательно. Сейчас ведется проработка инженерной инфраструктуры. Вопрос же закупки дорогих лекарств обременительных для республиканского бюджета собираются адресовать федералам. На федеральном уровне надо разобраться в целом. Это огромный бизнес тех структур, которые поставляют эти лекарства. Есть и за 100 миллионов такие заболевания. Но это же несуразно. Неужели мы в нашей стране не можем определить, кто и как, какими лекарствами должен лечиться? Итоги работы правительства парламентарий оценили положительно, посоветовав больше внимания уделять проблемам. Чтобы не сложилось впечатление, что в правительстве есть мнение, что все, слава богу, в шоколаде, а у населения проблемы, которые реально имеют место в жизни, остаются в какой-то мере без внимания. Отчет перед депутатами держал глава МЧС. Он отметил, в Татарстане стало меньше пожаров. Прокомментировать его попросили опасения жителей Челнов. Избирателям поставлены ряд вопросов о возможном заражении аммиаком при авариях на акционерном обществе аммонии. Наберные Челны не подпадают в зону возможных заражений. В зону возможных заражений подпадает только Мендерейск, Мендерейск район и часть Елавовского района. Депутаты сегодня не только спрашивали госслужащих, но и изменили им систему оплаты. Так с 1 апреля оклады станут больше, а надбавки меньше. В новых условиях соотношение предполагается 70% это базовая часть, то есть оклад, и 30% надбавочная часть. Вы ответьте конкретно на вопрос. Не уменьшится ни у кого. Да или нет. Не уменьшится. Сегодня же депутаты решили, общественные обсуждения при пересмотре гемпланов можно будет проводить и через интернет. Дмитрий Ариин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин